Какой следующий показатель в квартире, Михаил? Да, давайте мы посмотрим, куда мы дальше пойдем. Итак, следующий у нас идет бизнес-карьера. Бизнес-карьера, я обозначил показатель достатка. То есть, заметьте, мы с вами сейчас говорим о том, о чем, как бы, о тех вещах, о которых все переживают. Все стремятся к успеху, все стремятся к любви, но все хотят жить в достатке. И вот третий показатель достаток бизнес-карьера у Михаила Задорнова, в этом показателе комбинация 21 дробь 3. Сразу предупреждаю, 21 это не кармический долг, не кармический долг. Просто есть определенные комбинации, которые помогают решать главную задачу. В данном случае Михаила Задорнова в показателе достатка троечка. То есть, ему нужно было решать задачу, научиться по жизни решать задачу, связанную с тройкой. И в том, как он эту задачу мог правильно решать, ему помогала двойка и единица. До них мы дойдем. Итак, если по-простому, достаток Михаила Задорнова зависел от способности проявлять себя через тройку. Тройка – это энергия дружелюбного общения через речь, творческого самовыражения. Поэтому я здесь написал главное значение троечки – это творчество. Творческое самовыражение – это когда, неважно, что я делаю, внутри меня при этом присутствует состояние или чувство. Как мне нравится делать то, что я делаю. Я стараюсь вам передать сейчас это чувство. Потому что каждая из цифр – это энергия и это определенное внутреннее состояние. И вот бизнес-карьера и достаток Михаила Задорнова зависело от того, насколько внутри него присутствовало это чувство. Как мне нравится делать то, что я делаю. Это называется творческое самовыражение. В той степени, в которой он проявлял в себе вот это состояние, он добивался успеха в бизнесе, в карьере, который выливался в достаток. Ну и мы можем понять, дальше там также, после творчества, оптимизм, энтузиазм, вдохновение, артистизм. Примером тройки являются дети, с одной стороны. С другой стороны, примером троечки являются артисты. Всех артистов в картах где-то, как-то очень сильно стоят тройки. Ну или присутствует задача по тройке. Потому что тройка – это творчество и артистизм. Вот почему неудивительно, хотя начинал Михаил Задорнов как инженер космических кораблей, в конечном счете он стал артистом, публицистом, литератором, телеведущим, который, дружильно общаясь через речь, проявлял свое творчество, оптимизм, энтузиазм, вдохновение, артистизм. То есть из всех показателей матрицы Михаила Задорнова больше всего успеха он достиг в реализации, в осуществлении этой задачи. То есть творчество Михаила Задорнова проявлял безупречно по жизни своей. Видите, я здесь пишу. Дружелюбие. Дружелюбие – это когда внутри меня чувство. И ты мне нравишься, и ты мне нравишься, и ты мне нравишься. То есть у меня нет врагов. Я в каждом человеке вижу что-то хорошее. Ну или поворачиваюсь к нему, строю с ним отношения с той его стороны, которая мне очень нравится. И поэтому внутри меня чувство – ты мне нравишься, и ты мне нравишься, и ты. И то, что я делаю, так мне нравится – это творческое самовыражение. Вот от того, насколько Михаилу удавалось проявлять себе это состояние, этим он зарабатывал себе на жизнь. И много заработал. Михаил Задорнов был богатым человеком. И все свое богатство, все свое состояние он создал под решением этой задачи. Помните, я вам говорил, что троечка в данном случае должна была опираться на двойку и на единичку. То есть на единицу, на целеустремленность мы говорили уже об этой энергии. А о двойке я еще не рассказывал. А двойка – это энергия эмоционального равновесия и эмоциональной поддержки. То есть двойка требует от человека этой способности, умения переваривать негатив и делиться в ответ позитивом. То есть человек со мной по-хорошему, а я с ним по-плохому. Двоечка. А я с ним по-хорошему. Человек со мной по-плохому, а я по-хорошему. Человек рядом со мной набрался позитивной энергии, ему стало хорошо. Это называется, я дал человеку эмоциональную поддержку. И когда ему стало хорошо, я говорю, слушай, ты такой классный, давай вместе с тобой сделаем вот это, что двойка – это работа в команде. Поэтому способность проявлять творчество, эта способность Михаила должна была опираться на его цели и устремленность, способность вести к цели, достигать ее независимо, самостоятельно уверенно, не получая никакой поддержки. И на умение двойка – находить общий язык, сотрудничать, давая эмоциональную поддержку, работать в команде. И в той степени, в которой он эти задачи решал, его творчество процветало.